В феврале 2020 года, четверг. Мы пришли в какую-то организацию, попросили прийти с нашим экономистом. Регистрироваться. Да. И вот мы стоим здесь у них на крыльце, уже побыли, они что-то взяли паспорт у меня там. Я говорю, хоть на каст какое-то предупреждение, нет ничего, за нами ничего не числится. Так, все, вот сюда стань, какая организация у них. Да, 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 да. Ну, видно, что что-то тут есть, пилот какой-то, а может быть они к ним не относятся. Относятся. Относятся? Все, 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 которые находятся. Это название такое. А вот это что такое? А это другое, кафе, кофе. Кафе. Кафе, это уже. Так, объект находится под охраной, в виде наблюдения. Ну, замечательно. Да, очень. Так, назови, как называется организация. О, 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 Прокс. Прокс. Зарегистрировались для того, чтобы сдавать отчетность, по которой мы зарегистрированы в налоговой инспекции. Потому что с 2020 года, с января, не принимается документация в печатной форме. Принимается документация только в форме астрала. Астральная информация. В электронную версию. В налоговую, да. В электронную версию, но она через астрал идет. Поэтому вот такая сложность возникла, и мы пришли с Игнатием Тихоновичем для того, чтобы он дал свои данные, за какую организацию он отвечает. Так, что мы не так сделали? Зачем они нас называли? Это нельзя было так обойти, чтобы просто, ну, послали им, и они поверили, что мы такие. Или подозрения, что мы не такие. Почему нужно было прийти-то сюда? Необходимо было прийти, для того, чтобы не приняли у нас печатную форму отчетности за 2019 год. Необходимо, нужно было прийти, зарегистрироваться, чтобы была электронная почта. А кто будет это делать? Электронную почту делают вот это, ООО «Прокс» нашу, и будут передавать в налоговую инспекцию. Централизовано все, поэтому такой сейчас порядок прохождения документации. Даже вот фирмы, которые не имеют движения денежных средств, им необходимо будет все равно... Тогда мне непонятно, а как они будут отдавать нам, предупреждать нам, что надо отдавать отчет? Куда они их посылают? Адрес-то какой? Отчетность, которую я должна сама контролировать, наблюдать в налоговой инспекции, какая отчетность необходима для этой организации. Я формирую эту отчетность, согласно налоговой инспекции, и отдаю им через уже эту фирму. Не сама ношу, как я раньше носила, а ношу сама. Хотя отчетность у нас нулевка. Но она, если не дай бог я не сдам одну форму, какую-то, то уже тысяча рублей штрафа. Поэтому необходимо было зарегистрироваться, чтобы я сдавала также их полностью бесплатно. И мне бы принимали они, и отправляли они, мной будут заниматься, они нашей организацией. Какие-то не успею я подать, значит, они информацию мне дают. Вы неправильно сделали там что-то. А что именно неправильно я могу сделать? Нет, не вы. Отчетность, которую я буду отправлять, они здесь проверяют, чтобы была в норме. И чтобы она ушла в налоговую стопроцентно правильная. Так, ну а куда они будут посылать? Какую-то там форму? Они посылают на логовую инспекцию. Много форм. Я их сдаю. И эти формы сдаю. Комплект документации, который необходимо сдавать даже на нулевке. Но теперь-то в электронной версии кто нам дашь? А электронная версия я буду ежеквартально отправлять. Они, не я буду, а они. Они будут контролировать правильно. И проведут, и отправят. Ты не поняла. Послушай, допустим, мы хотим быть исполнительными, такие, ну, послушая граждане. Но кто нам даст толчок-то, кто, куда они пришлют, адрес, какой им оставили, электронный адрес наш. Электронный адрес ваш оставили, как была вторая строительная, так и есть. Нет. Вторая строительная, там нет электроники. Они электронно будут посылать, они даже на мой... Я буду составлять отчетность, там буду указывать, как зарегистрированы мы. Мы зарегистрированы на второй строительной. Потому что нужно теперь перевести перерегистрацию нашему юристу. И он должен перерегистрацию провести, и мы будем на шестой ползунов. На шесть ползунов. Я так и не пойму. Нам они как будут посылать? Какой электронный адрес? Катой? На мейл.ру, который у меня. Да, они посылают на мой... А уже дали им? Дали им адрес наш? Дали им ваш и мой адрес. Понятно. Мой адрес дали, потому что я как работник финансовый ваш исполняю. Они мой и пишут. Что мы должны давать? Какие отчеты? По каким статьям? Мы должны отчеты... Мы находимся на упрощенной системе налогообложения. Упрощенная система налогообложения допускает отчетность ежеквартальную. Это страховые отчеты. Фонд социального страхования, отчетность. И отчетность по упрощенной системе налогообложения, которая необходима, если есть движение. У нас движения нет, я ставлю нули везде. И все равно я их должна сдавать, потому что мы зарегистрировали. А деньги-то берутся? Нет, у меня главный вопрос. Не берут деньги. Не берут ни за что. А то я подумал, что геолога, разбедочная, пожарная, тут можно насыплять. Не берут деньги. Ничего не берут деньги. Деньги то если будут брать, если у нас начнется движение денежных средств. Начальника как у них звать, не знала? Начальника прокс. Были сейчас, это у начальника? Это не начальник, это техническая поддержка, это рядовой работник. А начальник у них... Чтобы мы знали о ком молитве. Начальник Дарья. Дарья звать ее. Дарья Александровна. И начальник отдела вот их. А адрес какой у них? Куда мы приходим? Мы пришли улица Пролетарская, 76. А кабинет какой? Кабинет 407. На четвертом этаже? На четвертом этаже находится кабинет технической поддержки. А это здание давно построили, нет? Я не в курсе, когда не построили. Такое здание шикарное. Вот сейчас выйдем, я покажу. Это объединили все. Тут много офисов, много их, много. И эти люди, которые здесь... Алтайский край весь. Я понимаю. И таких зданий, которые хорошие люди сидят тут на компьютере, что-то нам посылают. Их много в Барнауле? Ну вот эта фирма такая одна. Одна. Я почему подумал. Тут разные регистрационные по медицинской части, которые не лечат, а узнают. А ветеринарные тоже не... Я зашел, они ничего не лечат. Я к чему сказал, что житель деревни, он живет в постоянстве. А в городе люди более приглаженные, лучше. Но сейчас только перекроется доступ сюда продуктов, сразу же будут образовываться банды, как говорят. Хочет человек по сто. Это сейчас в интернете все пишут. Есть-то охота, говорят, жрать-то. И куда они? В деревне, над которыми смеялись. Будут погребать, все выгребать и даже сказать страшно. Не подсказывайте вы им эти вещи. Пусть сами работают, пашут землю. Дает Путин, сказал, хоть гектар берите, сейте и продавайте. И это зарегистрируйте, если вы частный предприниматель. И таким образом зарабатывайте деньги. А не то, что вы выгребаете. Вы им такие не говорите вещи. Нужно работать. А будут они работать, по гектару брать? Будут хоть один здесь работник? Охотнадзор, рыбнадзор. И кого только нету. И никто не работает. Ни копейки никуда. Только все, какой-то бюджет. Я никак не пойму, как это могли так люди не знать, что земля требует людей. Зовет. Земля требует и землю дают. И берите, пожалуйста. Мы сейчас строим православную деревню. Мамонтовский район, поселок Потеряевка. Ну, земли немного. У нас один фермер. У него 430 гектаров. А рядом под Степной. Наш близкий знакомый Евгений Долгов. Евгений Елисеевич, кажется. У него 6700 гектаров. И слава Богу. Ну, он близкий такой, когда мне дают для голубей. Семенщик там. Нужно, если грейдер пришлет бесплатно. Заботится о верующих. К нему обратиться. Есть зачем. Учитывать еще он ему не надо. Я скажу, заплатить. Да что ты, не надо. Все на свой счет берет. Потому что он, это называется, занимается, что вам? Благотворительными делами. И Господь его дает ему удачу во всех его делах. Он много. С лишним тысячи гектаров идет только под ячмень. Дальше идет у него что там? Кукуруза, свекла. И там лен. Помогает, значит, и от Бога получает награду. Так у него, который работает, раза три больше получают. Но никакого расцвания, никакой пьянки, чтобы духа не было. Вот есть такие люди хорошие. И поэтому они нанимают людей, которые болтаются, выходят. И говорят, иди ко мне работай, я тебе столько платить. Но не пить, не курить, не материться, не сквернословить. Все. Вот эти правила исполни и пойдешь к нему. Тут обувная какая-то фирма немецкая, Вестфалик. Я считал про них. У них очень строгие правила. И поэтому люди, говорят, получают хорошо. И увольнительных почти нет. Но если заметили, что выпил, сразу расчет. Он записался за это. Никаких 13 дней отрабатывать не надо. Вы хороший совет дали для того, чтобы они брали землю, обрабатывали ее и трудились. И обеспечивали себя. И давали благотворительность тем, кто нуждается. Спаси Христос. Мы молимся все время за всех правителей мира, чтобы мудро управляли, издавали добрые законы. Чтобы людям дали достойно жить, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Вот с какой целью. Аминь. Вот так. Благодарю вас. Тебя фамилия-то как у тебя? Алфимова Людмила Степановна. Сколько тебе лет? 69. Ух ты. Умница. Пошли тогда. Возьмем. Пойдем сейчас. На той стороне я сниму это здание. Вот мне нравится. Рядом идем деревянное здание. Двухэтажное. Ох, шикарное было когда-то. Какая там резьба. Красивая. Ну, сейчас перейдем на ту сторону. Пойдемте. Пойдем-ка поснимаю я. Вот сюда вот маленечко зайти. Вот с этой стороны снимите, да. Хорошее здание такое. Раз, два, три, четыре. Я отсюда хочу снять, чтобы видно было здание. А вот напротив шоу-рум русский бренд. Русский бренд. Это что-то сбрендил кто-то, работать не хочет. Название какое-то говорящее. То есть на какую работу... О, смотрите, вот здание. И какой язык снега навис. Там это Барнаул. Какие здания? Ну, Барнаул небольшой город-то, так сказать. 630-ка вроде тысяч. А машин 180 тысяч. Вот оно-то здание, где мы были. В три раза меньше машин. Вот оно где. Смотри-ка. А сколько всего этажей? Раз, два, три, четыре. А вон там даже пять как будто бы. Пойдемте, тут машину поставят. Вот сюда, пойдемте. Машину? Ага. Это его место тут. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот так вот, ага. Давай. А я сейчас в налоговую пойду. А куда? А вон туда, в налоговую. А где, далек она? Ну, надо идти еще через это вот. А то бы я сходил. Вот вокруг какие здания, смотрите. Вот это с фотографией. Это простая улица, пролетарская. Весь город такой. По красоте с Барнаулом мало какой, можно сказать, соревнований. Там вот опь рядом течет. Очень зеленый город. Вот еще здание какое. Прекрасный мост. Красивое. Так, ну что, все тогда? Все, да. Я вас сейчас провожу. Я сама пойду там еще туда, мне подниматься еще. Ну, до свидания. Там холодно, да. Спасибо, Христос. Ой, там плохо идти. Ну, ладно ты. Давайте. Пришла, пожалела меня. Да. Спасибо, Христос. Слава, Христос. Спасибо. А вам надо, ну вот там трудно тут будет идти-то. Почему? А узкая дорожка? Да я пройду. Пройдите, не пройдите. Ну, и делать нечего. Ну, давайте. Ну, вы меня благословите, куда пошли-то. Благословите меня, я же туда пошла. Да? Ну, Бог, помощь тебе. Иди с Богом. Спасибо, Христос. Храни Господь. Да, пошла. Да благослови тебя, Господь, сестра. Ой-ой-ой, вот какие здания-то. Сколько заводов позакрывали, все торговые центры. По торговым центрам, говорит, Барнову одно из первых мест почти занимает. И по машинам где-то 50, что ли, городов ходит. Ну, на 180 тысяч машин, на 630 тысяч человек. Ну, и у младенцев-то ведь нету. Ну, вот я показать хотел 74-й дом деревянный. Как люди жили в деревянных чистых домах. Тут все сейчас вот застроили. Вот этот пилот, где мы были. Вот все. Слава Богу, офисы, центры, офисы, все офисы. Все слова такие взяли, не русские. А почему не написали там учреждения? Как он как-то выступал, Владимир Вольфович Жириновский-то. Он много рассказывал про эту муму. Да и слова-то эти все говорят. Тут надо сказать так-то, тут губерния. Что значит край? Он все слова эти перебрал. Видимо, помогают ему. Он умный такой. У него ни одно высшее образование. Язык знает иностранный язык или... Полковник звания. Я удивляюсь ему. Ну, шутит часто. Так. И слышал, что там что-то другое. Да благословит их всех, Господь. Вот меня вытащили из дома сегодня. Сижу безвыходно. Это мне полезно. Ну все, пошел. Вот рядом Ленинский, центральный, бывший Московский. Я бы за то, чтобы переименовали в прежнее все название. А то, главное, Войковы, разные там названия. Убийц. Убийц просто бандитов таких, которые разбойничали. Ну, ничего не сделаешь. Вот сумели Санкт-Петербург переименовать. А область Ленинградская. Вот тоже что-то же есть такое. Вот машин сколько. Пройти невозможно. На каждой улице. Вот останавливаешься, смотришь. И во все улицы вот за 180 тысяч. Зарядите Барнаул. И вы видите, что много машин. Вот они во всех дворах, везде. О, я вышел. Просто хотел показать Ленинский этот проспект, бывший Московский. А вот рядом серьезное здание стоит. Это не просто так. Такого серого, неброского, красивого цвета. Ограда большая. И тут находится ФСБ Краевое. Люди их называли компетентные органы. Я там проходил по их ведомству несколько раз. Со мной ни разу плохо не поступили. Не то, что я там, я на свободе. Что мне теперь говорить? Вот оно здание, это их, вот центральный вход у них тут. Недавно я обратился. Какая была у меня кличка, когда в разработке. Ответили, никакой не было. Проходили Лапкин Игнать Тихонович. Ну, я тогда и дальше стал спрашивать. Вы по статье, что я заведомо ложное измышление. У меня 193 у КРСФСР тогда было. Я говорю, не согласен. Проведите мне на диктекторы лжи испытания. Но бесплатно. Потому что у меня минимальнейшая пенсия. А мне ответили. Ну, вроде не надо или не делают они это. Я бы ответил. Они бы должны были, согласно даже прибору, поверить, что я верил в то, что было раскулачивание. Что Архипелаг Голох, который я издал. Что это самая правдивая книга. Какие о политике пишут. Ну, такие, как Суворов, Виктор Резун. Лучший историк в наших времен. Так и Солженицын. Александр Исаевич. Царство ему небесное. Вот. Я загремел тогда. Издал первую в стране на 10 лет раньше Нового мира. Вот оно все. Видишь как. А там Никольский собор, видать. Он купол где-то. Куполовка. Я не вижу правильно, как показать его. Это бывшая полковая церковь. Храм. Это вот мы на центральной улице. Ну и дальше я пошел домой тут. Красивый город Барнаул. Много печальных известий. Погиб губернатор Евдокимов Михаил Сергеевич. Погиб мэр города Баварин Владимир Николаевич, входивший в десятку лучших мэров России. У нас были очень близкие отношения с ним. Много помогал он мне. Просто вот везде, куда ни пойдешь, не счастье, а то другое. Ну и многих нету. Один из краевой администрации, сейчас фамилии не назову, поехал в Горный Алтай, исчез бесследный последний день. Ну такое и есть. Тут поехал недавно фотокорреспондент Волобуев. Ну месяца, наверное, два уже. В Москву какая-то там что-то работа. Он такой очень талантливый был. Исчез бесследно. И обращались в интернет. И везде. Последняя съемка была его. Там он где-то в кафе зашел. Он в Потеряевке снимал 30 лет. А в Потеряевке никто столько не снимал. Волобуев Александр Поголович. А он напился. Откуда же знаете-то? Не знаю. А вот направо здание такое, как бы красное. Вот я к нему иду. Это бывший крайком партии. Говорят, подземный тут сделан тоннель. И прямо идет туда давление на 30. 30. Это вот ФСБ, КГБ было. 30. А это 25, кажется, на этой стороне. Ну было или не было. Говорят, вроде японцы строили. Не знаю. Не знаю. Были очень хорошие здесь. КГБ опять не поверят, скажут. Как так отзываетесь хорошо. Никулин Юрий Михайлович. Подполковником был. Видимо, на пенсию полковник пошел. Я его называл интеллигент с большой буквы. При нем у меня обыц сделали. Когда второй раз посадили, он говорит, я пришел и сказал, что вы делаете? Кого вы посадили? Кого? Что он сделал? Он доказывать им начал. А потом говорит, согласитесь, Игнать Тихонович, что дураков хватает и у нас, и у вас. Вот так. А вот здесь был когда-то первый секретарь, кажется, партии Беляев. Мне было уже лет семь. И мой отец инвалид войны, отечественная этой, без руки. Зачем-то приходил, и я был с ним. Ну, я по числам-то понял, у кого был. Ну, что я понял? Я стоял рядом. Это вот здание. Теперь здесь краевой суд. Место партии. Вот я покажу сейчас, мимо прошел. Вот это здание. Большое оно, вот оно какое. Это крайком партии. Считали, без него не дохнуть, не выдохнуть. А вот его нету, и живут. И люди хорошие появились. Даже очень знаю я о которых. Вот меня спрашивают, а что самое важное в вашей жизни было? Я отвечаю всегда. Самое важное то, что я узнал, как много у Бога добрых людей. Как вот книги отец Арсений, когда он там в холодильнике-то сидел, светильники загорались. Я про это и говорю. И самое главное, что эти люди добрые мне встретились. И это не все. Эти люди приняли самое деятельное участие в том, чем я занимаюсь. Деревня строительная, строим деревню. Алтайский краевой суд. Вот тут был суд. Я 11 лет вел после освобождения и выиграл его. Вот так. Еще не понимаю, что вот здесь вот написано. Здание. Здание краевое. Ну, наверное, показано, что крайком партии было. КПСС. Алтайский краевой суд. Видите, какая красота. Скажут, снимать нельзя. Везде можно снимать. Нельзя снимать только военные корабли, таможенное пространство. Вот которое нельзя. Закрытое заседание Государственной Думы и Министерство газификации, электрификации. Все. А остальное можешь снимать. И кто скажет, нельзя, это он не знает закон или умышленно вводит в заблуждение людей. Вот красивое здание. Четыре этажа. Я тут судился за то, что у меня изъяли, а я потом реабилитирован был. 11 лет. И суд был выигран. Ну, не все, конечно, отдали. Вот в Москве, в президиуме Верховного Совета Суда СССР, одна какая-то женщина, Амелина. А-М-Е-Л-И-На. Ее не могу найти, отблагодарить. Она повернула весь ход назад. И процесс был выигран. Рассчитались со мной в центральном районе. Два дома на территории 13 соток. Красивейшие места. Калаби. Тут помог, конечно, и Баварин. Мэр. Хорошие у меня отношения были. Прокурор края Параскун Юрий Федорович. Чудесный человек. Вот, скажешь, прокурор хороший. Один из самых лучших, которых я встречал. Он 32 раза к нему обращался. Мы строим деревню православную. И ни разу не отказал. Всегда были комиссии. И, наконец, землю-то нам отвели. И прочее. У меня все время в память эти люди. И мы молимся за них. Молимся всегда. А это вот Дом Союзов. Ну, не знаю, еще у него тут. Профсоюзов, может быть. Вот я на него направил. Вот какие здания. Что здесь есть? Вот Барнаулс. Привинсиальный город. Ничего подобного. Гиберния настоящая. Прекрасное здание. Вон там через ветви видится шисовенька. Вот так. Какие здания я хочу показать. Вот так. Ну и все на этом. Продолжение следует.